На Воржеве школьникам запретили украсить символами Z и V окна местного Дома культуры. История вызвала общественный резонанс. Почему администрация района потребовала заменить патриотические декорации, сделанные детьми на нейтральные, узнала Анастасия Николаева. Давайте напишем Россию. Ребята из летнего лагеря на Воржевской средней школе «Любовь к стране» сегодня выражают на асфальте. Национальные флаги, признание верности Родине, символы счастья и мира. Полная свобода для творчества. Когда в преддверии дня России на занятии в районной библиотеке детям предложили украсить окна местного Дома культуры, они с энтузиазмом взялись за дело. Вырезали сердечки, цветы, голубей. Решили нарисовать и главные буквы времени. Латинские V и Z. Мы спросили, что значит эта буква. Ну, это значит за победу. Так русские солдаты используют такой знак. Ну, конечно, мы поддержали их идею. Мы стали, вот буквы Z изобразили рядом, буквы V, написали слово «Мир». Мы были ужасно горды тем, что мы сделали. Нам так, мы с удовольствием это делали, с большим интересом. Ну, то есть это значит дети, они не в стороне от того, что в мире происходит. Правда, уже на следующий день ребят ждало разочарование. Их декорации, полные патриотизма и любви к стране сняли, заменив на другие. В районной администрации латинские буквы называют неоднозначными. Есть вообще требование по предоставлению площади муниципального имущества. Оно должно предоставляться в равной степени для всех политических партий, для всех общественных мнений. То есть, если, допустим, нанесены одни символы, надо предоставить такую же возможность на муниципальном имуществе разместить, например, другую точку зрения. Мы же не можем этого себе позволить. У нас просто разнесут муниципальное имущество. Но ребятам такие аргументы понять сложно. В Новоржевской школе ведется активное патриотическое воспитание.